Нанять, найти, увидеть, отобрать. На этапе нашим с вами мы с вами все, скорее всего, не настолько огромные компании, у которых есть HR, которые занимаются поиском, которые занимаются хантингом крутых SEO, крутых специалистов по всему рынку. Скорее всего, мы с вами не такие. Скорее всего, мы либо где-то внизу, либо посередочке. Вот эти вот крутые мы пока, скорее всего, с вами не они. Поэтому всем тем, у кого нет HR в команде, посвящается навык найма и навык делегирования. Окей, утвердили? Два навыка. Теперь поехали, показываю и рассказываю, как мы это делаем. Пункт номер один, пишу себе, один. Список обязанностей. Прежде чем нанимать человека, нужно понять, что он будет делать. Это очень важно. Нанимать кого-то, не знаю на что, то платить непонятно сколько и непонятно что требовать. Это как из сказки. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. В итоге что-то получается. Когда ТЗ непонятное, то и результат получается ХЗ. Поехали дальше. Вам нужно определить аватар вашего сотрудника. Это пункт номер два. Пишу цифру два, чтобы не забыть. Два. Аватар. С кем вы хотите работать? Это ваше субъективное. Смотрите, когда мы будем с вами отбирать человека, мы сперва отбираем человека, подходящего на обязанности. И только потом из всех тех, кто под обязанности подошел, вы выбираете того, кто вам нравится. Понятно? Не наоборот. Дальше. Когда разбрались с аватаром, пишите вакансию. Да, любую. Любую вакансию напишите. Люди не читают вакансии. Вот, клянусь вам. Главное в HeadHunter, я ищу сотрудников в HeadHunter. Люди не читают вакансии. Самое главное, некоторые моменты правильно заполнить. Если их правильно заполнили, все.